Ставьте лайки, как только будет соточка лайков под этим роликом, я дропаю следующий Ну что ж, ребят, спасибо за лайки, давайте теперь поставим цель в 200 лукасов И я в течение суток выпускаю следующий ролик в тематике ТОВ Этот гайд является ультимативным гайдом по Confounding Labyrinth Это новая локация, состоящая из трех этапов На каждой есть фишечки, на каждой есть скрытые красные нуклеусы Определенные нюансики, которых вы не знали И просто много-много информации для человека, который только зашел в эту локацию Начиная от головоломок, заканчивая какими-то советами Спасибо за поддержку Распространи ролик между друзьями, закинь его, это очень полезный ролик Я не стал делать 200 роликов на эту тему, потому что здесь можно было бы в один запихать ТОВ, в другое, другое Я решил сделать просто один большой сконцентрированный ролик с информацией Приятного тебе просмотра и поехали Начну, пожалуй, с головоломок Первая штука, которая встретит вас, это кубы Вот такие, они бывают синие и золотые Соранее говорю, если у вас нет лин, так как это все мобы бьются аберрацией Вы это в соло не закройте, поэтому лучше собрать группу И по интерактивной карте пропылесосить эти кубы За них дается Exploration и Nucleus За золотые-золотые нуклеусы, за синие кубы-фиолетовые нуклеусы Кубы закрываются просто, нажимаете на них F, он открывается, появляется волна мобов, вы ее зачищаете Но, еще раз говорю, в соло это делать не очень круто, поэтому советую это делать в группе Далее, вот такие вот треугольники служат вам открытием определенных сундуков Которые здесь вместо сапплайподов Нажимаете на треугольник, у вас вокруг руки персонажа появляется бафчик Который длится какое-то время И, собственно, идете до куба, который вам нужно открыть И разбиваете его любой атакой Ломаете силовое поле, получаете награду Это аналог сапплайподов здесь Следующая тема Вот такие столбики, когда вы их ударите, откроют вам скрытый путь Который выглядит по-разному Но в основном это платформы, на которых часто лежит мира Кусочки для гачапонов, естественно И иногда эти пути открывают вам путь до следующего какого-то большого ивента Типа большого острова, на который просто так не забраться и так далее В общем, эти штуки тоже тыкайте, мир они лишние Одна из наиболее душных активностей Это вот эта камера Вы на нее нажимаете, она показывает вам вид, свисящий в воздухе камере на определенное место Ваша задача на этой местности увидеть вот этот вот мерцающий Звездочку вот эту мерцающую, в общем, это кусочек мира, который там лежит Но лежит он там не просто так Вам нужно, во-первых, опознать это место Во-вторых, четко до него долететь И, в-третьих, встать именно на эту звездочку, которая мерцала При том, что когда вы из камеры вышли, она там не мерцает Это очень душная активность, но если разобраться в местности Понимать, где это, то, в принципе, найти это будет довольно просто При том, что сыпят мир и очень неплохо 50 вот голдовой, например, за одну Вот этот вот пилончик светящийся Это штука, при нажатии на которую из него вывалится от одной до трех вот таких кристалликов Которые нужно будет собрать в любой последовательности Но сделать это надо будет быстро В некоторых местах это нужно будет сделать за пару секунд Потому что они там рядом Вы их собираете, они улетают назад к своему, так сказать, владельцу И он открывает Вам очередной кусок мира Есть еще вот такие кубы, которые просто висят в воздухе Для того, чтобы их открыть, нужно просто разбить их Любым уроном, любой стихии Главное, протунелить уроном в него И он дропает Вам фиолетовый нуклеус Естественно, как и во всех локациях В Exploration участвуют элитные мобы Они на втором и на третьем этаже Рарники вот эти вот, да Их всего 13 Вы их сможете найти, воспользовавшись картой Интерактивной картой С которой Вы, скорее всего, эти территории пылесосите Ничего в этом сложного Они всегда выделяются на фоне других животных Вот этот вот кентавр, например, был коричневого-черного цвета Он не такой обычный И Вы легко заметите Что ж, по головоломкам рассказал Теперь перейдем к секретам этажей На втором и на третьем этаже Есть определенные секретные фишки Которые нужно знать Они интересные и даже есть скрытые красные нуклеусы Сейчас буду потихонечку все объяснять Итак, первый прикол второго этажа Это вот такие вот типа порталы входные Они служат для того, чтобы открывать Вам скрытые зоны Если Вы будете проходить через светящийся Вот такой вот квадрат Ромб То при прохождении через него Именно через светящуюся часть Вы будете видеть следующий остров Если я буду смотреть на этот остров вне этого самого прохода Я этот остров не увижу И не смогу на него залезть На этих островах зачастую Эксплорейшн, кубы Ну и все головоломки, про которые я Вам рассказывал Поэтому учитывайте это Потому что при использовании той же интерактивной карты Вы будете открывать карту Смотреть Ага, вот здесь вот есть остров А я сейчас стою на пустоте Как так? Поэтому вот эти треугольники очень важны Они скрывают на самом деле большую часть этого лабиринта Если бы здесь все острова, которые были закрыты вот за этими ромбами Были показаны визуально Тут бы просто какой-то кавардак творился Но учитывайте это при эксплорейшне И также учитывайте, что вот на таких высоких местах Которые нужно залезать На вот этой башне На вот этой башне И еще одна башня там есть Тоже есть крутки и эксплорейшн Поэтому да, придется лазить во все дырки Второй секрет этого этажа Это вообще гемор Но мы сейчас этим с Вами займемся Я их тоже не открывал Сейчас открою, запишу для Вас заодно мини-гайдец Есть две вот такие вот большие башни Вокруг них крутятся символьные такие обозначения Эти обозначения нужно снять Снимаются они после открытия определенного куба С этим обозначением Как только Вы снимаете 4 метки Вы можете зайти внутрь этой башни Внутри этой башни дофига эксплорейшна Головоломок и так далее А дофига эксплорейшна Вам нужно, естественно Чтобы открыть кристальчики И, ну, может быть, для кого-то нужное звание И да, если Вы думаете, что Вы сами хитрожопые И зайдете в эту башню с помощью друга Который Вас туда портанет Не вариант Вас оттуда выкинет На входе в башню стоит барьер Который не даст туда попасть Поэтому это делать обязательно Итак, первый нам куб Нужный находится Прямо возле первого телепорта Space Beacon Generator Вот здесь вот с кромки Начинаете прыгать вниз Просто дропаетесь вот сюда Вам не обязательно этот остров Открывать с помощью ромбика Ну, да, кстати, это один из вариантов Открытия островов Просто дропнуться на них И вот этот первый куб лежит Геолокация здесь Второй куб находится на телепорте выше Вот здесь Телепортируйтесь и бежите Вот, собственно, находится здесь куб Геолокация на экране Следующая наша цель Телепорт чуть левее От предыдущего телепорта Вот этот И нам нужно забраться вот на тот остров И хватаем третий куб Локация Вот здесь Следующая наша цель Это центральный телепорт Который находится недалеко от World Boss Вот на этом островке И топаем Вот он, наш четвертый кубик Локация Вот здесь Следующий куб находится Недалеко от этого места Никуда не убегаем Разворачиваемся мордой в карту Вот так И просто прыгаем И летим Локация пятого куба Не, кстати, не забудьте Что можете выносливость просрать Пока летите Я сейчас чуть не упал Прямо с этого же места Стартуем за следующим кубом Вот он, наш кубик следующий И локация у него здесь Затем поднимайтесь наверх На эту же башню Ваша задача развернуться вот так И попасть на этот мост Затем, попав на мост Ваша задача будет забраться Вот на эту башню Вот на эту башню Которая находится через один мост От того места, где мы сейчас стоим Ну, короче, по карте вот на эту Ну и затем на этой башне Разворачиваемся вот так И летим вот на этот остров Ну и лутаем куб Затем с кромки этой же башни Нам нужно будет попасть вот туда Лутаем кубец После того, как вы открыли эти башни То пойти зачищать Потому что на вершине каждой из башен Висит по красному нуклеусу Плюс босс, с которым довольно интересно Будет драться Плюс, как я уже упоминал ранее Много эксплорейшена Много Это значит много Ну а перед тем, как пройти к боссу И залутать нуклеус Нужно выполнить определенную головоломку Она откроет мост сюда И даст нам лифт наверх Вы нажимаете ее И в определенном порядке Нужно будет зажечь эти столбы Вы этот порядок просто запоминаете Можете условно Либо записать на листочек Либо сделать, как я сейчас делаю в видусь Вот, соответственно, падает мостик Поднимаемся наверх И там лежит нуклеус И в центре на арене стоит босс Не скажу вам, что босс простой Он довольно больно дамажит Но я думаю, что если у вас есть лин Вообще проблем никаких не возникнет И, соответственно, когда вы дефитите босса Получаете еще один нуклеус То бишь 4 нуклеуса суммарно За 2 башни Но для справки, разные башни То есть они не одинаковые И верхняя башня заключается В виде этой головоломки босса А в нижней башне В Blackstone вроде она называется Здесь нужно будет закрывать грибы Вот как на вере, помните, было Грибы, которые стоят на месте Такие большие К ним нужно приносить с кристаллов Три раза К каждому грибочку Такой маленький кругляшок Вот там нужно будет закрыть все грибы И, соответственно, у вас тоже появится босс Помимо босса там также лежит нуклеус Просто показывать в видосе Я это не вижу смысла Просто потому, что я туда не ходил Но я видел, что там происходит Вы наверняка знаете, что разработчики у нас любят В высокие места пихать различные приколюхи Так вот, новая локация не исключение Мало того, что вокруг самой пирамиды Есть вот с этой стороны Один сапплай, который вы наверняка еще не залутали На нее залезть можно отсюда По шпам пропрыгивая На крыше есть еще два сапплая Так вот тут еще и есть красный нуклеус Вам просто надо взлететь с краюшка Долететь вот до этого красного жопоглаза И залутать свой заветный нуклеус Что ж, со вторым этажом мы разобрались Давайте про третий Но для начала, как на него попасть Есть несколько вариантов Вообще, по идее, по квесту Когда вы убиваете здесь босса Вот этого, который является ворлдбоссом Вас скидывает вниз Вы попадаете на третий Я после квеста почему-то не попал Я думаю, что я не один такой Поэтому есть два варианта Первый вариант это скип Который я сейчас вам буду показывать Забавный, кстати, очень скип Который, возможно, скоро пофиксит А может и нет Но второй вариант это просто Портануться к другу Портануться к другу Или к человеку, который куда-то собирает На активность какую-то На ворлдбосса там Или куда, не важно Ну, суть в том, что просто портануться Зачастую на ворлдбосса собирают Там вы отмечаете себе Этот самый Телепорт И портуетесь Ну, если вам, типа, лень Кого-то звать Кто на этой территории есть То есть скип Скип заключается в том Что вам нужно будет К центральному шипу подлететь Грубо говоря, вот здесь Сверху спускаясь Напротив моста Который находится Вот Примерно так Ну, по карте посмотрите, короче Вот первый шип большой Вот второй шип большой Вот центральный шип Но здесь есть Дырка Которую можно будет сигануть И перелететь на третий этаж Вот она Дырень Мы падаем Под босса И, собственно, падаем На Нижний этаж Ну, это так, наверное Мало кто будет этим пользоваться Просто сам факт того, что вы можете Сделать это С помощью Этого Очень интересного скипа Давайте теперь к секретам Третьего этажа Ну, первая очевидная Хитрожопая штука В этой карте В третьем этаже Это то, что Если вы протонетесь к другу Вы скипните Вот эти все шаги Которые я сейчас буду рассказывать Во-первых Лабиринт Центр Вот эта Пирамида центральная Она имеет Датабокс Который открывает вам территорию Если у вас этого Датабокса нет Вам нужно будет Как-то найти Этот лабиринт Но он закрыт Закрыт невидимой стеной Вот так вот она выглядит И по карте Она где-то примерно вот здесь Вы пролетаете через нее Она типа открывается Находится она Прямо напротив водопада Рядом с фиолетовой рудой И здесь подъем Для тех, кто это не знал Топите Ровно вот В центр этого пруда Прыгайте Потому что сверху дырка Сверху ничего нету Сверху открытое пространство И, собственно Отмечайте себе Этот самый телепорт Теперь Вторая тема Как только вы попадаете В эту локацию Тут на полу лежит робот Который дает вам квест Квест супер простой Я не буду показывать его На видосе Как его делать Там вам придется Полетать по этой локации И собрать пять карточек Вот этот робот Будет давать квестик Пять карточек Вам нужно для того Чтобы активировать На вот этих компах Permission Ну то есть Типа разрешение Каждую карточку Когда собираете Там Первая будет вот здесь Вторая где-то здесь Ну и так далее У вас на карте Это будет отмечено Зачем я об этом рассказываю В общем-то Вставляете в компы карточки Сдаете роботу квест И он говорит вам Все окей братан Ты можешь зайти И вот здесь есть телепорт Который отправит вас В комнату Посреди которой Будет висеть красный И нуклеус Еще один В этой же комнате Короче есть девайс Который мы активируем И происходит Следующая вещь Я смотрел информацию На разных сайтах На разных вики И так далее В чем прикол Это взаимодействие С рудой Которая находится На локации И тут есть Ну конечно Те кто не особо Шарят в английском Они не читали это Но тут есть Примеры Вот эту руду Можно будет сейчас разбить И мы получаем Типа нуклеус Который Как бы на самом деле Является Амазоид ор Рудой Но вот здесь Есть пример Типа созревания Этой руды Или ее Левела руды И так далее То есть например Вот эта руда Она сейчас В этапе созревания Я так полагаю Потому что вот эта пирамида Она влияет На эту самую руду И в общем-то В мире вы сможете Находить руду Которую вы сможете Разбивать И получать с нее Эту самую руду Что с этим Делать дальше Я не знаю То есть я могу Сказать вам лишь то Что этот девайс Позволяет копать эту руду Но также У нас по миру Остается Несозревшая Так сказать Руда Что тут есть Четыре типа руды Это кристаллическая Вот эта вот Которая находится В зачатке Так скажем Вот эта полуоблупившаяся И сами кристаллы Которые мы выкапываем До состояния Нуклеуса Возможно В мире В будущем Это типа Ограничено таймгейтами Вся вот эта руда Будет созревать И с какой-то из них Будут падать нуклеусы Это для тех Кто спрашивает Вообще Как эту руду копать Но очевидно Что ее можно копать Потому что она Собственно Находится на отметках Возможно Она будет созревать Возможно Какие-то таймгейты Ограниченные Пока что Поглядим В будущем Сейчас ничего Про это сказать Не могу У меня у самого Информации нет Так как я ее Просто не нашел Если вы знаете Что-то Напишите в комментариях Следующая часть Головоломок В конкретно Третьем этаже Это лисички Которых нужно кормить Кормить их нужно Едой С этих же этажей Так что Собирайте все Что вам под руку Попадется Иначе Ну Кормить будет нечем Нам нужно В Эксплорейшн центр Попасть Здесь сидит Лисуня Эту лисуню Нам нужно Покормить Но Конкретно Эта лиса Не кормится Мы спрашиваем О да Мы спрашиваем Отлично У нас Мистер Осминог Что вам нужно Сквидвард Успокойся Мы в другом месте В другом мире В общем С этой лисой мы говорим Спрашиваем у нее Чего у нее случилось И так далее Так как мы Подкармливаем Корм Кормом этих лис Род этих лис Эти лисички Они как бы Любят копать Эту руду Флоресцентную И так далее Мы спрашиваем Чего она плачет Она такая Типа Вообще Дела Не очень Теперь она Выглядит хорошо Затем Она дает нам Кристомакс Корр Кристомакс Корр Это штука Которая нужна Для ресерчей А ресерчей В конце видоса Еще раз Если спросить Ничего не произойдет Но это так Если вы будете Спрашивать Возможно Кстати Эта лиса Еженедельно будет Давать нам Приколюхи Но нас интересуют Вот эти две лисуни Подходим к ним Они играют Бла-бла-бла И Собственно Они дают нам Активейшн модуль Активейшн модуль Нам понадобится В дальнейшем Тут же вы сможете Поговорить Со всем семейством Этих лис Видимо Им на улице холодно Они живут Вот в этом Исследовательском центре Эта Эта лисичка Тоже плачет Почему-то По какой-то причине Мы у нее Спрашиваем Как что Выглядит весело Все отлично Дает нам Нуклеус Было бы так Отлично Вот у тебя Друг плачет Подходишь к нему Он тебе Нуклеус пьет Эта лисичка Настроена к нам Уже более Френдли Мы с ней говорим Получаем Олд Вера Коины А собственно Штуку Которая является Активатором Которым Только что дали Нам нужно будет Дать роботу Чтобы он починил Эту самую Консольку Которая вот здесь Находится Видите Activation Модуль 1 Мы его записываем Запихиваем И Чиним робота Потому что он Типа спит Мужик Попробовать Его типа Реанимировать Загружаем Дата Attempt to start Он загрузился Все окей Мужик Типа Да Be quiet Ну и он Дает нам Нуклеус Короче Лисы Походу Захерачили Этого брутального Розового робота Или Скоммунистили У него модуль Но Суть не меняется Он дает нам Нуклеус Супер долгий разговор Вот Дает нам Нуклеус Ну и последнее Что вам стоит знать Об этой локации Это система Ресерча Система Ресерча Доступна у некоторых NPC Которые на карте Отмечены Это по сути Обмен ваших ресурсов Которые выбиваются С мобов С ворлбоссов С эксплорейшена На новой карте Они не дают Никаких пассивок Они просто меняют Вам количество Определенных ресурсов На нужные вам плюшки Типа там Мира коины Вера коины И так далее Что эта локация По факту сделана Для того чтобы мы смогли Наконец таки Нормально докрутить Гачапоны Для того чтобы Ресерчить нужна энергия Вам дают по 5 банок В день И определенные ресы Копятся банки до 20 Поэтому не забывайте Тратить их каждый день Соответственно Тут вы сами выбираете В какой последовательности Это ресерчить Но единственное еще Вот применение руды Как раз таки Которую мы с вами открыли Возможно Сделано именно Лимитировано Чтобы мы не смогли Пропушить вот эту активность Тут нужно 6 руды Руда добывается За кормление лисичек Или за Копание ее В открытом мире Возможно Таймгейт на руду Как раз таки наложен Из-за того что Мы можем Выкрутить это все Очень быстро Если знаете Какие-то подробности Напишите Опять же я К сожалению Вот про руду Инфы не особо нашел В целом Прикольная активность Которая позволит Вам менять Редкие ресурсы Которые добываются С ворлдбоссов С рарников И так далее На нужные вам вещи Но предварительно Прокачивая определенные фазы Интересно Но Не то чтобы прям Нужно Вот как-то так Спасибо за просмотр Еще раз Подписывайся на канал Ставь лайки Можешь вступить в группу По ссылочке в описании Запрыгнуть в наш Дискорд По ссылочке в описании Там мы советуемся По Tower of Fantasy Подписаться на группу ВК Разослать видосик И так далее Помни 200 лукасов на видосе Я выпускаю следующий Think about it С вами был Сильвяз До новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok